Всем привет! Сегодня мы перезаписываем прямой эфир лекции, которая проходила в нашем инстаграме с преподавателем, ученым, агрономом и практиком органического земледелия Александром Аляевым. Тема нашей сегодняшней лекции – биоразнообразие почвы и факторы, которые влияют на плодородие. Александр, здравствуй! Здравствуй, здравствуй, Наталья! Расскажи, пожалуйста, о себе кто-то и про свой опыт практики органического земледелия. Меня зовут Александр, спасибо, что представила. Значит, применением биопрепаратов в органическом земледелии и интегрированном земледелии я занимаюсь с 2012 года, так что уже 10 лет, и считаю, что достаточно успешно. В сельском хозяйстве активно приживаются технологии, которые... Которые мной обкатаны, вот, ну, конечно, без ошибок не бывает, но на ошибках мы все учимся. Ну, давай приступим к первому вопросу. От каких факторов зависит плодородие почвы на участке? Ну, конечно, от тех факторов, на которые, как минимум, мы повлиять не можем, это солнышко. Вот, тепло, ну, а на участке, вот, на небольшом приусадебном даче, там, да, вот, ну, уже, вы уже можете повлиять на влагообеспечение, а вот нам в полях уже сложнее. Вот, ну, так как мы сегодня общаемся по приусадебной теме, вот, тогда, значит, факторы, влияющие на урожайность. Обработка почвы, севооборот, использование органических минеральных удобрений, грамотное применение пестицидов, либо их совсем не применение, правильно опять применяться, и, то есть, тогда все будут получать достойный результат своих стараний. Еще важным показателем является кислотность почвы. Расскажи нам, пожалуйста, про кислотность, как ее проверять, цифры, нормы, нейтральная, щелочная, кислая, и как определить кислотность почвы именно вот на своем участке. Есть кислотность, есть такое понятие, кислотность почвы, 7 единиц кислотности, это нейтральная почва, все, что ниже 7 единиц, 6,5, 6,5, там, ну, вот, до 5, это слабо, а уже 7 ниже, это уже кислые почвы считаются. И такие тоже есть, тоже встречались, на практике попадались. Вот, все, что от 7 и выше, это слабо щелочные, 7,5, 8, 8,5 и так далее. Ну, свыше 8,5, 9, свыше 9 уже щелочные считается почва, то есть, их нужно подкислять, расщелачивать. Вот, дальше, опять же, если на вашем участке кислые почвы, первое, что вы можете увидеть из растений индикаторов, это хвощ. Ну, хвощ, наверное, представляет, как выглядит, да, вот, рассказывать, описывать уже не буду. Дальше, как можно еще определить кислотность почвы? В дачных магазинчиках продается прибор, конечно, точность его не вот прям лабораторная, но определиться, хотя бы слабо, кислые, кислые щелочные или щелочные нейтральные почвы можно. То есть, он выглядит, как небольшая пластмассовая коробочка с двумя электродами, сантиметров, может, по 20 такие. Вот, как правило, они измеряют, прибор измеряет влажность, кислотность, влажность почвы, кислотность почвы и освещенность почвы. Вот, единственное, что он, кислотность почвы измеряет водного раствора, то есть, не аж-хлор, как данные литературные даются, то есть, кислотность почвы аж-хлор, аж-хлор, чтобы к данным аж-хлор приравнять, вам нужно будет от данных этого прибора отнять 0,9. Ну, то есть, если прибор показывает 7, то, значит, у вас х-хлор 6,1. Вот, это слабая кислая. То есть, если прибор показывает 7,9 ближе к восьмерке, ну, дальше разберете. Вот, ну и самый точный способ – это в каждом регионе есть агрохимическая лаборатория, которая может сделать анализ почвы. Ну, если уже повезете на определение кислотности, то сразу делаете азот, фосфор, калий – органическое вещество. То есть, это вот как белки, жиры, углеводы для нас, так же и для растений азот, фосфор, калий. Отлично. Для большинства вот дачных культур, которые дачники выращивают, какая почва, какой кислотности почвы на участке должна быть? Ну, конечно, нейтральная для большинства культур. Но есть культуры, которые, наоборот, любят покислее. Ну, это как-то черника, да, покислее любят? Черника, да, покислее любят. Там, наверное, даже к кислому она больше будет. Если мне память не изменяет, она может и кислотность 4,5 и 5 выдерживать. Опять же, это обусловлено тем, что она любит вступать в симбиоз с микоризой. То есть, поэтому многие дачники, кто промышленным способом ее выращивает, стараются заселить микоризу. Так как гриб, который заселяется на корневой системе черники, он способен в кислых условиях, так скажем, высвобождать фосфор и калий своими веществами, которые выделяют. То есть, так как в кислых, слабо-кислых почвах фосфор-калий, он слабо доступен. Поэтому вот, если слабо-кислые почвы и кислые почвы на участке, и нет возможности раскисления, то микориза ваш лучший друг. Конечно, нужно помнить, с какими растениями она дружит, а с какими нет. Ну, не дружит микориза с семейством марьевых. Микориза – это микофренд наш продукт, который новинка 21-го года, в составе которого гломус, триходерма тоже, грибы симбиотичные. А в щелочные почвы что-нибудь растет в щелочных? Ну вот, да, в щелочных тоже растут. Север Казахстана, когда меня в гости туда приглашали, тоже в несколько хозяйств проехать, там у них очень, ну, преобладают щелочные почвы, и даже вода такая щелочная с мыльным припусом. Вот. Там, конечно, нужно подкислять больше для большинства растений. То есть создавать слабокислую среду, насколько это возможно, с либо минеральными удобрениями, либо какими-то подкормками, либо, опять же, подбирать культуры, которые более устойчивы к щелочной среде. Опять же, эту всю информацию можно найти в интернете, какая культура, на какой, каким паш более требуется. У нас есть несколько вопросов из вчерашнего чата с прямого эфира, как раз про эту тему. Первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, какие удобрения делают почву щелочнее? Какие удобрения? Удобрения, да. Удобрения щелочнее. Ну, смотрите, фосфоритная мука. Какая? Какие еще? Фосфоритная. Ну, то есть, это, можно сказать, как органический фосфор. У нас, например, кости, шкуры животных пережигают вот это вот тоже органическое вещество, которое, там и фосфор, и калий достаточно большое содержание, и они также будут больше расщелачивать, да? Я правильно понимаю? То есть, если почва кислая, и хотим внести удобрение, то есть, привести ее к нейтральной, либо к слабощелочной. Вот. Дальше это... Это можно, так скажем, недорогое, если... Недорогое это... Как объяснить? Если салфот, короче, рядом есть, когда сахар делают, его очищают известью. И вот эта вот гашеная известь, дефекат его еще называют, вот эта гашеная известь, она как раз тоже прекрасно подойдет как удобрение для расщелачивания, то есть, делать почву более щелочной. Вот. Ну, опять же, это разные виды извести. В основном так, то, что сейчас по памяти быстро приходит. Это то, что... Опять же, это то, что в производстве применяем, и то, что вот... Возможно, в больших объемах внести. Возможно, на сегодняшний день в мелкой фасовке есть какие-то и другие удобрения, о которых я просто могу не знать. Возможно. Смотри, еще один такой интересный вопрос. Вот если почва кислая на участке, то ягоды, которые растут, они тоже будут кислые? Если почва кислая, то ягоды маловероятно, что будут. Точнее, этот фактор не повлияет на кислоту ягоды. На кислоту ягоды, скорее всего, повлияют фитогормоны и витамины, которые будут вырабатывать сами растения. А для сладости ягод нужен свет, температурный режим и фитогормоны. А фитогормоны растение вырабатывает совместно, ну, так скажем, с почвенной биотой. Поэтому очень часто, когда ягода выращенная на искусственном грунте, где... Меня слышно? Да, слышно, слышно. Вот. Очень часто, когда ягоды выращены на искусственном грунте, на минвате, с полным питанием, вроде бы как бы все ей дали из минерального питания, а бактерии и фитогормоны не положили, и вот такая не очень ароматная и не очень сладкая ягода получается. А как кислотность почвы влияет на микроорганизмы? Они во всей среде, в разной кислотности могут жить, или для них тоже есть приоритеты именно по уровню pH? Да, хороший вопрос. На микроорганизмы кислотность почвы также оказывает влияние, что в кислых, слабо кислых почвах лучше себя чувствуют грибы. Ну, это я так в общем называю грибы. Это микофренд. Гломус, триходерма. Да, да, да. Гломус как раз это грибы. Триходерма, да, вот она себя тоже в кислых, слабо кислых и нейтральных хорошо чувствует. А бактерии от слабо кислых, нейтральные и челочные. Отлично, спасибо большое за ответ. Давай подробнее поговорим про органическое вещество. Что это, как увеличить его количество, как ускорить накопление гумуса и какую органику вносить. Так, органическое вещество это как раз вот эта органика, которая осталась после уборки, так скажем, урожая. Корневая система от предшественника, стерня от предшественника. Вот, ну, либо вы вносите органическое вещество в виде навоза, там большое содержание органического вещества, вот, которое влияет на структуру почвы, влагообеспеченность почвы, ну, и как следствие урожайность разных культур. Вот, и в дальнейшем органическое вещество уже под воздействием почвенной биоты переходит в гумус. Вот, гумус, его нельзя сразу за один год израсходовать, то есть это как такой буфер для почвы, который вот он накапливает жирок на черный день. Вот, но тем не менее, за счет интенсивности обработок малого количества внесения органического вещества, как раз вот это вот гумус и расходуется. То есть, хочешь не хочешь, а приходится отдавать на урожайность разных культур. А как восполнять органическое вещество? Вносить именно органические удобрения или минеральными оно тоже восполняется? Ну, минеральными удобрениями можно восполнить недостаток, то есть, если из расчета на определенный урожай, если, ну, возможно, кто-то там выращивает на продажу не только для себя, да, вот, и хочет получить определенно заданный урожай, то тогда, зная, какие, сколько элементов питания есть в почве, можно рассчитать, сколько нужно внести минеральных удобрений. Либо минеральных с органическими, потому что в большинстве органических удобрений, это там же там навоз, птичий помет, там подстилочный помет, тоже можно сделать анализ и узнать, сколько содержания азота фосфор-калия в них есть и рассчитать, сколько нужно внести. То есть, это из расчета на заданную урожайность. Либо, если взяли хороший урожай, то и будьте добры внесить туда. Там можно немного минеральные, чтобы под следующую культуру осталось. Можно органические, то есть, это навоз, это, так скажем, результат жизнедеятельности калифорнийских червей на сегодняшний день. А кто? Да-да-да-да-да-да. Вот. Это тоже, так скажем, органическое удобрение, но органическое вещество, как правило, оно не прибавляет. Там уже вот эти вот гуминовые растворенные вещества, там, кульва, кислоты и прочее. Поэтому, если даже его и применяете, то все равно нужно солому, сидераты, то есть, вот то, что будет образовать структуру почвы дополнительно. Для дачников сейчас еще на рынке очень много готовых решений, органических подкормок самых разных. И люди на своих участках часто бывают, все посеяли сидераты, внесли навоз, еще внесли готовых органических удобрений и потом сталкиваются там с проблемой жирования томатов или с какими-то другими. Вот органикой можно переборщить? Ну, органикой, конечно, переборщить можно, особенно, если она плохо подготовленная, то есть, это неправильно подготовленный компост, либо сырой навоз, там помимо высокого содержания аммиака, еще и могут содержаться патогенные микроорганизмы и сырники, с которыми дальше на участке снова придется бороться. Вот. В меру, ну, я, знаете, я как-то в гектарных нормах могу вам сказать, то есть, вот на один гектар нужно положить, например, если мы сеем азимы вот конец августа, начало сентября и хотим внести органическое удобрение навоз, то мы кладем от 10 до 40 тонн на гектар. То есть, посчитать, в принципе, на листочке это можно, в одном гектаре 10 тысяч квадратных метров. Вот 40 тонн это максималка, сколько мы, но, опять же, мы вносим не под пшеницу, а мы вносим весной, все лето обрабатываем от сорняков, то есть, он перемешивается с почвой, он в почвенную массу, то есть, хорошо распределяется и уже хорошо сказывается на пшенице. Вот. Либо, если мы под яровую культуру, которую будем сеять в следующем году, то мы будем вносить его обязательно сейчас, в осени. То есть, здесь тоже временной промежуток под внесение органического вещества в виде навоза. Это сказывается. Вот. Ну, что касаемо сидират, я не думаю, что кто-то сможет переборщить сидиратами и, так скажем, ухудшить. Потому что в любом случае даже при заделке сидирата в первую очередь сначала куда заделали, из верхнего слоя будет использоваться азот. Самые доступные, так как микроорганизмы, которые занимаются разложением органического вещества или органики, или соломы, или остатков сидиратов, да, они используют азот. Но потом они его, конечно, возмещают обратно. Но в первую очередь получается, что почему мы и деструктор стерни вносим именно с осени? Чтобы вот это вот время, когда стерня начинает разлагаться, она была осенью, а не тогда, когда яровой культуре тоже нужен будет азот. И микроорганизмам, которые будут разлагать азот. То есть и начнется конфронтация между теми, кто разлагают вроде стерней и те, кто хотят выжить, но азота им не хватает. Вот, поэтому... Часто бывает так, что, например, на участке не применяют никаких минеральных удобрений, удобряют в рядке только, к примеру, возьмем навозом, сажают картошку. Каждый год вносят, вносят, вносят навоз, потом когда-то наступает момент, что картошка по листве вырастает здоровой, а плоды у нее очень маленькие. Вот из-за чего это бывает и как наладить, чтобы картофель снова был здоровый, вкусный, здоровый в плане размера и вкусный. Ну, вот из агрономических данных самый подвижный элемент в почве это азот. Фосфор, калий слабо подвижные элементы. Вот. И когда картофель, а картофель очень требуется к высокому содержанию доступных форм фосфора и калия. Когда из года в год выращивается картофель, то он вытаскивает больше калия, чем навоз успевает перепресть, микроорганизмы разложить, перевести эту органику в доступный фосфор и калий и получается дисбаланс. Азот быстро высвобождается из навоза и растение его успевает взять. И поэтому азот является строительным элементом для наращивания зеленой массы. Поэтому зеленая масса растет, а клуб не образуется. То есть если не только по картофелю и по другим культурам видите, что преобладает зеленая масса, но там мелкие плоды, плохая лёжка у плодов, там на малине тоже это здорово сказывается, то скорее всего это лимитирующий фактор фосфора или калий в первую очередь. Потом уже микроэлементы могут лимитировать уже эти моменты. Но как бы вот в данном случае к органическому удобрению тогда нужно добавлять фосфорные либо калийные. Нужно помнить о том, что фосфорные удобрения, там это же фосфоритная мука, лучше вносить с осени. Если хлористый калий, то вносить его тоже с осени, потому что хлор будет ядовито действовать на растение, то есть угнетать его. А пока проходит зима, то есть хлор испаряется, остается калий, то есть таким образом можно. Если применять комплексные минеральные удобрения, где НПК сразу в одной грануле, то фосфор с калием тоже не сразу, не в первый год. То есть в любом случае фосфор-калийные удобрения лучше всего работают, если их заблаговременно вносит с осени. Можно ли как-то ускорить усвоение фосфора из почвы? Какими методами это можно сделать? Ускорить усвоение фосфора из почвы, то есть повысить коэффициент усвоения каким образом? Это внесение как раз биопрепарата оздоровитель почвы. Да, оздоровитель почвы. У нас он называется оздоровитель почвы. Без бактерий насколько усваивается фосфор вообще? По экономическим данным, если почва не сильно убита в плане биоразнообразия, в плане активности почвенной биоты, то опять же эти данные усредненные и для каждой чернозема одни будут, для серых лесных другие, каштановые третьи и так далее, но в среднем фосфор и калий усваиваются в первый год использования это на 30%. Чтобы повысить коэффициент использования, мы вносим как раз фосфор и калий мобилизирующие микроорганизмы, то есть увеличиваем количество в почве необходимых нам микроорганизмов, которые высвобождают этот фосфор, либо не дают ему уйти в нерастворен в нерастворимую форму, то есть связаться с почвенно-поглотительным комплексом. Как нужно вносить, чтобы с фосфором все было в порядке? Это оздоровитель почвы, когда и как его лучше применять? Ну, что касаемо фосфора и калия, и в том числе оздоровителя почвы, лучше начинать вносить с осени, готовить за дел под следующий год. Но если уж осени не успели, то как минимум весной надо тогда перед перекопкой или перед посадкой, перед обработкой почвы в любом случае, и вносить его, опять же, не один раз. То есть, если есть возможность системы капельного полива, то добавлять его туда, чтобы он также в течение периода мог работать и освобождать фосфор и калий. Потому что в течение, ну, так скажем, середины лета многие растения начинают свисти, а цветение и плодоношение это вот как раз основное время потребления фосфора и калия. Давай перейдем к сидератам. Зачем их вносить, когда вносить, какие лучше, на каких почвах и как вот правильно их обрабатывать и зачем? Так, сидераты. Из того ассортимента, который применяю я у себя на участке, это в основном фацелия и гречиха. Реже злаковые рожь и реже горчица. Почему горчица реже? Это потому, что она также является переносчиком как и болезней, так и вредителей крестоцветных и соответственно так как у меня небольшой участок и даже в одном углу посев горчицу на сидерат и расплодив там крестоцветную вложку, капустную моль и прочих любителей ей поживиться, то капуста и редиска на будущий год у меня будут под серьезной угрозой, а крестоцветная бложка за неимением крестоцветных может также и малинку листочки подгрызать и потом в местах где она прогрызает начинается инфицирование, то есть поэтому как бы вредителей особо разводить не хочется. Поэтому для меня оптимально фацелия и гречиха. Гречиха быстро растет, тонкий степель и у нее мочковатая стержневая корневая система, которая может если успевает за тот период после упорки чеснока или картофеля прорастает в глубину почвы до полутора метров может прорастать и в ширину хорошо разрыхляет. Фацелия тоже очень нежная зеленая масса хорошо перерабатывает с микроорганизмом за летний и за зимний период. То есть в зиму просто оздоровителем почвы обрабатывая то, что зеленое масло успело нарасти. Конечно, не довожу до образования семян. То есть эта заделка происходит в период цветения, бутонизации вот в этот период обработка обработка деструктором и дальше либо оставляем верхним на поверхности либо заделываем верхний слой почвы. Все за зиму она практически вся распадается единично и там соломинки останутся. Проблема для... Сираты сажаем осенью, а нужно ли делать это весной? Ну, если у вас того требует ситуация, там, уже совсем плохо по картофелю или под поздние какие-то культуры, к примеру, там, редька дайкон, которую в июне можно сеять, да, или участок, который вы хотите хорошо облагородить под чеснок, который будете озимой сеять, то, да, есть смысл и весной посеять, летом заделать, то посева основной культуры большая часть уже будет разложена и, пожалуйста, сеять культуру. Про оздоровитель почвы зачем обрабатывать им седираты? Вот, седираты обрабатываем потому что в природе закон один, кто первый в столтовой тапочке, как говорится, да, вот, пока седиральная культура ничем не болеет, никакие патогенные микроорганизмы на нее не напали, мы заселяем тех, кто, то есть, даем корм нашим друзьям, которые находятся во флакончике со оздоровителем почвы. Вот, и, соответственно, когда мы это делаем, наши друзья уже сытые, сильные, красивые, могут подавлять инфекцию, которая остается в почве. Все элементарно и просто. Когда лучше обрабатывать? Вот, например, сейчас начнется уборка урожая, мы убираем растения с грядок, в почве оставляем растительные остатки, и какой вот дальше алгоритм действует? Сначала проливаем оздоровителем, потом сеем, или проливать нужно уже, когда скосим седерат, или тогда и тогда? Ну, лучше, конечно, и тогда и тогда, то есть, если представим, что мы убрали картофель и планируем там посеять седераты, то мы понимаем, что мы будем там выравнивать грабельками, седераты будем граблями заделывать, потом поливать этот участок. Вот. Лучше, конечно, опрыскать почву, то есть, после картофеля вот этот фон снять, да, вы все равно граблями будете собирать остатки ботвы картофеля, вот, ну, и замешать с верхним слоем почвы. Потом посеете седераты, опять же, чтобы седераты сразу у вас не инфицировались корневая система тем, что осталось после картофеля. Вот, опять же, быстрее росли седераты, нам это тоже важно, потому что за короткий промежуток времени, чтобы они набрали большую вегетативную массу, которую мы потом снова обрабатываем оздоровителем почвы и заделываем ее. Это просто. В теплице тоже обязательно проводить обработку оздоровителем и сеять седераты или только это к открытому грунту относится? Нет, конечно, в теплице все микроорганизмы и хорошие и плохие развиваются в разы, не в два, а в три, а там в разы просто быстрее, поэтому количество накопленных патогенов за период вегетации там значительно больше будет, и поэтому и дозировки для теплицы тоже лучше увеличить, хуже не будет. Это мое мнение. Поэтому и теплицу, опять же, в течение периода вегетации оздоровитель почвы, и после уборки оздоровитель почвы, и если седераты выращиваются, то тоже седераты заделываются оздоровительным почвам. А как влияет на почвенное биоразнообразие севооборот? Зачем его соблюдать? Как его соблюдать? Какие культуры лучше сеять после друг друга? Но перечислять культуру, за какой идет, не вижу в этом как бы смысла, так как у каждого на участке свои культуры, которые хочет он выращивать. Вот. Просто рекомендую придерживаться принципа того, что год стержневая корневая система, год мочковатая корневая система. То есть для того, чтобы стержневая корневая система добывала с нижних горизонтов почвы элементы, которые нет в верхнем горизонте почвы. То есть пыталась оттуда, вытаскивала их наверх, и потом корни, как правило, мы также заделаем с оздоровителем почвы, в которых уже будут элементы, которых нет в мочковатой корневой системе. А мочковатая корневая система будет разрыхлять верхний слой почвы. Давай популярным культурам, вот дачным, популярным, овощным. У каких растений стержневая, у каких мочковатая корневая система? Ну, опять же, смотрите, лук, чеснок, мочку же, выдергиваете, вы видите, что мочка, нет там определенного стержня, а когда вы пытаетесь там капусту выдернуть или редька, дайкон, это же, ну, то есть, условно, которые находятся, у которых корень длинный, вот, это стержневая корневая система. И поэтому и сидираты точно так же, то есть, вот, чем и горчится мне и фацелия интересна, потому что у них есть и мочка в верхнем слой почвы и очень глубоко уходит корень вниз. Он разрыхляет нижний слой, то есть, пробивает для того, чтобы не образовывались, ну, как на полях они блюдцами называются, когда снег сошел, основное поле уже все открылось, а вот какой-то участок заболоченный, вот он остается и вода долго стоит. То есть, в производстве применяют либо чизельные плуги, которые на 40 сантиметров могут разрыхлять почву, либо вот за счет седеральных, ну, не седеральных культур, а севоборота, где участвует культура со стержневой корневой системой, которая сами пробивает вот этот слой и потом, когда корешок сгнивает, остается отверстие в этом слое, куда, соответственно, вода может стекать и вот эти застои уже не образуются. Если не соблюдать севоборот, то чем это грозит? Не соблюдение севоборота, вынос одного и того в монокультуре, если из года в год одну и ту же культуру сеем или сажаем, вынос определенных элементов питания, то есть дисбаланс в одну или иную сторону по фосфору, калию или азоту. Вот. Второй момент накопления фитопитогенов, свойственных для данной культуры, где там, ну, чтобы проще понималось, там, раньше, к примеру, пшеницу вообще фунгицидами химическими не обрабатывали. Когда там в 2012 году я только начал этим заниматься, там, одну обработку, и то, если вдруг заболеет, то на сегодняшний день уже в технологии пшеницы, выращивания пшеницы, стоит две фунгицидных химических обработки. вот, пожалуйста, при том, что все равно в полях стараются соблюдать севооборот, но в большинстве случаев вместо пятипольного севооборота, то есть это где пять культур или четыре культуры плюс пар, пар это когда, ну, не растет культура, а мы просто обрабатываем почву, вот, ведут трехпольный севооборот, поэтому, когда культура возвращается на одно и то же место раньше, чем через пять лет, это, ну, чревато болезнями. Так, все вроде понятно, спасибо, и давай, может быть, как-то так вот ускорено, 10 лет ты работаешь с органиклайном, с структором Стерни Костерн, который у нас в дачном секторе называется Здоровитель почвы, расскажи нам подробнее вот про этот продукт и про твой опыт его использования вот за 10 лет, как он развивался, чего он достиг и почему аграрий его так сильно любит. Ну, 10 лет назад про него только услышали, так скажем, в технологиях, конечно, его нигде не стояло, и это стоило больших трудов, времени и средств, чтобы объяснить, доказать, как он работает, для чего он нужен, как он влияет на экономическую составляющую, экологическую составляющую и урожайную составляющую. вот, то есть было проведено достаточно много производственных испытаний, научных испытаний этого препарата на разных культурах, в разных севооборотах, в разное время внесения, в разных дозировках, то есть при том, что результативность отслеживалась и в агрохимических лабораториях, где из года в год при внесении деструктора мы видим, что фосфор-калий относительно того участка, где мы не вносили экостерн, деструктор стерни, там, ну, то есть в 2-3 раза увеличение подвижных форм фосфор-калия, это прям сразу наблюдается, вот, по азоту в 1,5-2 раза идет улучшение, то есть разрыхление почвы, удержание влаги, это уже то, что доказано. Результаты, по результатам независимых экспертиз, то есть лабораторий государственных, было доказано то, что во всех образцах почвы и стерни, обработанных деструктором, было снижение патогена в 2-3 раза на некоторых и полностью, то есть относительно контрольного участка необработанного, вот, поэтому на сегодняшний день, ну, уже в производстве опытов мы не закладываем, просто уже люди знают, что наша продукция работает, наш препарат работает, и, ну, кому хочется самому изучить, я подскажу, как, на что обратить внимание, как отследить результативность, потому что, ну, невооруженным взглядом и без определенного опыта в поле, в производстве очень сложно заметить, вот эти вот тонкие границы, сработал, не сработал, не сработал, но по удержанию влаги, по мобилизации фосфор, азотфосфор, калия, по снижению фитоптогенов, ну, тут просто лаборатории уже все доказали, и тут ничего делать не нужно, поэтому применять его нужно по-любому. Дачники тоже активно применяют, последние, так 5-4 года точно оздоровитель почвы и у нас у дачников пользуются популярностью, обрабатывают почву и весной, и осенью, и по сидоратам работают, и почвогрунт даже обеззараживают при посеве рассады, вот, было очень интересно послушать все твои рекомендации, получить обратную связь с полей, откуда этот продукт пришел, как аграрий его использует, как проводятся все, доказывается эффективность, что не просто на словах, а что это действительно проводятся и опыты, и анализы, и все это смотрится по почве, как он в почве работает, плюс на экономику, насколько это помогает аграриям получать больше урожая с того же участка поля. Нам осталось с тобой дать домашнее задание для студентов академии. Пусть они, наверное, расскажут в своих социальных сетях, напишут пост про оздоровитель почвы, как они с ним познакомились, как применяют, как используют, для чего и какого результата при его помощи они на своих участках достигают. А за это мы подарим три оздоровителя почвы, плюс еще подарок от акадачника сюрпризом. Нравится тебе такое домашнее задание? Отличное домашнее задание, и, конечно, еще хотелось бы, наверняка, много из ваших клиентов хотят сами на своем участке проверить и посмотреть, как он работает, то есть поэтому, я думаю, нужно будет оценивать по, возможно, даже по креативности подхода к этому вопросу, чтобы можно было наглядно оценить, если пришли и сказали, вот здесь вот я отработал и получил вот такие вот такие вот такие результаты. А вот здесь вот мой сосед не работал, и поэтому он этих результатов не получил. Посмотреть на урожай соседа, да? Пропал, да? Не, не слышно. То вы показали свой результат и результат соседа, да? Ну, это я условно. Надо соседу давать рекомендации. потом, соответственно, на сосед пришел и спросил, а кем? Точно, точно. Все правильно. Да. Спасибо тебе большое, что со второго раза записали, нашел для нас время, пути между полями. Будем рады еще видеть тебя на других прямых эфирах и в других проектах, и надеюсь, дачники тоже нам дадут обратную связь, как им твой опыт, и попросят нас еще что-нибудь с тобой записать. Хорошо, звоните, пишите, буду рад помочь. Спасибо большое, все, пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok